В финальной части конкурса «Учитель года» шесть педагогов. Они встречали гостей на собственных интерактивных площадках, представляя проекты, с которыми им повезло выйти в самый престижный этап состязаний. На нашей интерактивной площадке представлены материалы по географии и экологии, представлены интеллектуальные карты, которые делали дети по этим предметам, представлены детские работы, исследовательские, проектные. И предлагаем две игры. Одну географическую, по знанию своей страны, и экологическую, под названием «Дерево неравнодушных людей». А это уже учитель начальных классов из 13-й гимназии. Представляю проект «Лизная прошлое, можно шагать в будущее». Я считаю, что история, каждый человек должен знать историю. История – это главная память, это память, живущая в наших сердцах, в нашей душе. Каринскую школу, это Иршовское поселение, представляют в финале сразу два педагога. Ирина Евдокимова прививает ученикам русские традиции на уроках истории и общества знания. Ну а это учитель технологии, единственный мужчина, добравшийся до финала. Между прочим, отец трех дочерей. Школьники его обожают, а он учит их делать вот такие замечательные вещи. В данный момент я пытаюсь представить свой проект как головоломки. В учебниках технологии не сказано ни слова об этом, а направление очень удобное, очень хорошее для работы с детьми. Торжественная церемония прошла при полном аншлаге. Управление образования наградило почетными грамотами учителей, принявших участие в конкурсе. Ну а финалисты показали свои авторские проекты в виде киноработ. Все они повествовали об одном – для учителя личный успех – это успех его учеников. Слова благодарности звучали и от почетных гостей. Спасибо вам за силу духа. Ведь что важно, если у вас есть сила духа, то вы сможете эту силу передать своим ученикам. Это самое главное. Глава района Андрей Иванов вручил сертификаты в размере 400 тысяч рублей школам с наиболее высокими рейтингами, рассказал о достижениях района в области образования и поздравил учителей-финалистов. Безусловно, за всеми этими высокими достижениями стоит напряженный труд учителя, ваши силы, нервы, ваши бессонные ночи. И не просто так, не зря говорят, что учитель – это все же не профессия, это призвание. Я хочу выразить вам слова благодарности за то, что вы вкладываете, прежде всего, душу в вашу работу. И могу представить, насколько была осложнена задача, насколько была сложная работа, в конкурсной комиссии «Педагога года» выбрать лучших педагогов из 2313 учителей. Вот они – самые долгожданные минуты праздника. В руках Иванова – конверты с именами победителей. Дипломы лауреата в третьей степени конкурса и премию в размере 60 тысяч рублей получили Елена Боева из Одинцовской школы номер 5 и оба педагога из Каринской школы. Лауреатами второй степени стали Маргарита Грачева из 2-го лицея и Марина Бальченко, учитель 13-й гимназии. Они получили сертификаты на 80 тысяч рублей. Победитель конкурса «Учитель года 2016» Кузьмина Ольга Николаевна. Учитель географии того же Одинцовского лицея номер 10. Ей досталась премия в размере 120 тысяч рублей, но в номинации «Общественное признание», за которую голосовали зрители, победила Маргарита Грачева из 2-го лицея. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Анна Макарова, Артем Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово» Продолжение следует...